Просто до анестезии это удобно показать, потому что потом будет немножко смазана картина. Да, это я твердую мозговую оболочку открываю. Объясню, почему здесь. Во-первых, такой спорный вариант среднего биотипа. Во-вторых, это моя старинная пиццетка, у него антисредние степени тяжести, с точки зрения просто поддержки тканей. В общем, здесь нету больших показаний, но с точки зрения сейчас, пока анестезия, я обычно вот на этом этапе ее немножко размачиваю. Так она называется? Твердая мозговая оболочка, она так и называется. А вот когда вот тонкий биотип, ее всегда использовать или нет? Я стараюсь ее использовать. Вообще, обычно так стараюсь, чтобы она у меня была под рукой. Основно вот на нижней челюсти тоже бывает? На нижней челюсти, особенно истонченные такие щелевидные рецессии, когда она очень хорошо работает. Только самое главное, ее надо перекрыть. Перекрыть? Да, лоскутом. Ее нельзя оставлять торчащей. Вы просто вычуриваете ее, да? Да. Вот так, чтобы она была хорошо утоплена. Сколько время? Ну, пока будем делать где-то вот минут 30, наверное, да, пока анестезия заседает. Высоту вот этой средины рецессии мы откладываем от вершины межзубного сосочка между 22 и 23 зубом. Она будет вот здесь. Понятно, да? Вот такой вот у нас будет разрез, вот так мы его наметим здесь. Здесь, в общем-то, можно даже не особо модифицировать сосочек, а отрезать так, потому что здесь есть некоторая утрата. Я думаю, что мы его чуть-чуть еще вытянем сюда. Высоту вот этой рецессии мы сейчас отложим вот сюда. И это будет вот такой вот разрез. Я смотрю на себя туда. Вот. И вот это будут наши новые, вновь образованные сосочки. Ну и, соответственно, разрез мы начинаем вот от этой. Не очень благоприятно, к сожалению, я не люблю работать в области коронок, тем более старых, да, не замененных, не на временных. Чаще всего просто я работаю на каких-то временных конструкциях. Если мы работаем на временной конструкции, то постоянное протезирование возможно только через 8-10 недель, не раньше. И ортопед должен как бы вам подчиниться в этом вопросе и сказать, что да, мы будем ждать. Требования к временной конструкции тоже достаточно жесткие и точные. Она должна быть очень гладко отполирована и очень аккуратно в зоне контакта с десной прилегать к тканям зуба или поверхности абатмента в зависимости от конструкции, на которой вы работаете. Если это мастеридный протез и вы работаете в зоне промывного пространства, то промывное пространство вестибулярно выполняется, когда я училась, это называлось на перо, не знаю, как это называется сейчас в ортопедии, а промывное пространство с оральной стороны максимально увеличивается для хорошей ирригации и гигиены индивидуальной. это ваши требования, которые вы можете предъявить ортопедам, ну или себе, если вы протезируете. Во время операции я немножко не осветила этот момент. Обработка корня, о которой мы говорили, травили ее лимонной кислотой, транциклинами, всякими разными кислотами пользовались, пришли к тому, что все это не аэрирует. Бесклеточный цемент, он останется бесклеточным цементом. Работаем мы на цементе корня. А вот полировка корня обязательно в условиях пластики, я, честно говоря, полирую корни даже при консервативной парадонтологии, обязательно, потому что устраняется контаминация микроорганизмов на поверхности корня, и даже после скайлинга делаю обязательная полировка корней. У меня майсингер-боры, но есть они разные. Фирма выпускает, они называются периодонтал сет. Мы когда отработаем, к сожалению, у меня просто все стерильно, я потом покажу лично. Они есть, четыре бора, разные длинные ножки, обязательно они все до уголовного наконечника для микромотора. В данный момент мы физиодиспенсером будем пользоваться, потому что, в общем, никакие обороты здесь большие не нужны. Они либо обратный конус имеют, либо фасольку. Фасолька предназначена для фуркационных дефектов, да, полировки. Иногда фуркации мы сглаживаем. Чаще всего уплощение дефекта дает максимальный результат прикрепленной десны. Продолжение следует... Не больно? Да, идти на троты, на коронке. Чем? Не знаю. Не знаю. Ну ладно. Чуть-чуть подавлю. Но не больно? Нет. Поехали. Конечно, не больно? Нет. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...